друзья всем большой привет с вами снова настя и это видео самое первое в новом 2023 году который я наконец-то отсняла чему несказанно рада очень очень сильно по вам соскучилась весь материал по плетению корзинки вот это небольшой маленькой с ручкой уже отснят и сейчас я снимаю вступление что хочу сказать видео получилось долгим я вас сразу предупреждаю на такую как бы наверное домашняя немножко в общем там есть все если хотите перематывайте если хотите вообще не смотрите вот но я по всем по вам соскучилась и вообще видео решила не разбивать на части как я обычно это дело до долгие видео и здесь небольшой минус я почему об этом говорю те люди которые смотрят меня из далеких стран они не смогут увидеть весь перевод на видео потому что youtube субтитры автоматически переводит максимум на 30 минут я приношу свои извинениям ссоры и так далее тому подобное так значит еще раз плетем корзинку вот я вам ее показывают такая хорошенькая корзинка но я в конце видео там и и разрекламировала в общем сами все увидите все сами все посмотрите что хочу сказать хочу сказать по поводу трубочек сколько бы я не оставляла в описании под видео и видео говорила что в описании под видео есть информация о трубочках все равно кто-то не может найти я ни на кого не обижаясь просто понимаю что люди может просто не умеет это делать поэтому я быстренько скажу что из себя представляют трубочки из которых я плела это бумага кондопога ширина полос но формата 4 полоса восемь с половиной сантиметров вот длина 30 сантиметров спица моя как всегда стандартные 1 и 2 миллиметра чулочная вот красила я морилкой водные нбх цвет дуб и затем в раствор для обработки которые у меня клей плюс вода добавила морилку нбх клен прям совсем совсем немножко и знаете вот вот этот клен он такой прям какой-то блеск дал я не знаю какую-то красоту неописуемым не так показалось по крайней мере вот поэтому можете попробовать все на самом деле не принципиально из какого цвета вы плетете корзинки сто раз уже убеждалась когда вот смотришь на корзинку какого-то другого мастера и думаешь блин такого цвета я тоже такую хочу как у него получил понимаете видео и фото они вообще не передают точную цвет но красивые красиво они поверьте я на ваши фото буду смотреть и мне будет казаться что у вас свет лучше чем у меня получился как его добиться я буду мучиться поэтому не мучайтесь ради бога делайте любой цвет какой вам нравится вот мои вам такое наставление пожелания и на эту корзинку конкретно у меня ушло 130-140 трубочек честно я не считала так у меня прикинула в общем-то готовьте 150 и будет вам счастье также для ручки нам на корзинке понадобится проволока проволока это стальная мягкая раньше я рекомендовал своих видео для изготовления ручек на больших корзинах проволоку стальную обожженную она более жесткая более прочная в этот раз можно использовать любую мягенькую и в общем-то это все нам понадобится давайте приступать круглое дно я буду начинать плести с выкладывания стоя крест-накрест по четыре штуки единственное в целях экономии и дабы потом сразу после выплетания донышком мне хватило длины стоек до у корзинки я наращу их между собой сделаю их сразу длинными двойными и для этого беру две трубочки у одной трубочки я срезаю кончик таким образом уголком сюда мы капельку клея добавляем обязательно наращиваем все трубочки при помощи клея чтобы они потом у нас не разъединились так беру уже срезанную трубочку заложенную аккуратно вставляя ее другую видите довожу немножко до упора то есть она дальше уже не не идет и начинаю слегка проворачивать проворачиваю очень аккуратно более длинным концом края закрываю вот этот срез и очень здесь важно крути до той степени до чтобы здесь никаких разрывов не было вот все получилось и делаю так абсолютно со всеми своими будущими стойками вот что у меня получилось здесь у меня ровно центр у трубочек до нарастил их между собой как вы видите места стыка заметны нижние стыки мы будем прикрывать все равно верхними их не будет видно поэтому я изначально их слегка прижимаю сплющиваю на них сейчас я буду наносить полимерный клей тонким тонким слоем слегка нанесла а верхние четыре трубочки я немножко смещаю вправо до чтобы у меня не было видно место наращивания при выплетании рядочков потом вот эти места стыка все закроются и выкладываю их поверх выложила слегка прижимаем и жду минутку пока все схватится беру две рабочие трубочки и также наращиваю их между собой краю 1 подрезаю заостряю у другой трубочки я слегка срезаю кончик ну рабочих трубочек когда я плиту именно я всегда срезаю кончик а именно на стыках я этого не делаю но в общем то это моя такая охота вы можете делать как вам нравится больше провернула видите кармашек небольшой есть месте где у нас образовался кармашек я прикладываю палочку и начиная аккуратно сгибать между собой рабочие трубочки аккуратно вот зажала что все было ровненько влегла вот что у нас получилось так место наращивание получается у нас с вами да вот здесь и мы его убираем на изнаночную сторону вниз получается приступаем к плитанию донышко круглого завожу чтобы вам видно было завожу получается своей рабочей трубочку сложены пополам за первые четыре стойки выкладываю следующим образом видите фиксируем стойки аккуратненько выкладываю вдоль крест лежащих стоек подтягиваю прижала нижнюю рабочую трубочку поднимаю виду пальчик идите прям в упор поднимаю ровно вверх и выкладываю теперь вдоль вот этих стоек все вот что мне получилось теперь в рук в руках приподнимаю слегка свою крестовинку и завожу другую рабочую трубочку здесь как бы видите образует такой небольшой нахлёст крест-накрест завожу эту рабочую трубочку поддых следующие четыре стойки снова выложила подтянула верхнюю зафиксировал пальчиком нижнюю также слегка подтянула прижала вдоль следующих вот этих стоек да видите-ка они не параллельно параллельно должны лежать и снова эту слегка зафиксировала верхнюю нижнюю подняла вверх и выложила вдоль стоек можно также прижать пальчиком верхнюю рабочую трубочку а вот эти стойки слегка приподнять рукой и пальчиком помогать заводить рабочую трубочку вниз но на самом деле если вы новичок и для более ровного ровной выкладки можно приподнимать сейчас я постараюсь перевернуть покажу что получается у нас снизу вот такая вот картина так обратно ну и все еще один литочек делаю снова выкладываю приподнимаю и завожу все поправляю обязательно помечаю эту левую крайнюю стойку первую самую дальше я переходы при выплетании дна делать не буду не считаю это принципиальным на этом изделии поэтому сейчас я руками или можно также палочка себе помочь да у основания прям раздвигаю уже эти двойные стойки мне в 4 было делаю их парные по 2 и начинаю плести дальше точно также плетем двойной веревочкой верхнюю фиксируем нижнюю слегка приподнимаю видите приподнимая оставляю верхнюю завожу за следующие две стойки и прям подняли подминаю прижимаю плотненько все делаю не тороплюсь я мастер-класс показываю подробно специально для новичков так опять нижнюю вывела прижала плотненько к предыдущему плетен проплетенному ряду верхнюю пальчиком фиксирую прижимаю приподнимая следующие две стойки видите пальчиком помогаю помогая подталкиваю рабочую трубочку под стойки и пальцем правой руки также помогая себе плотно нижняя рабочая трубочка облегла мои следующие две стойки верхние выкладываю ровненько но прицеп принцип здесь один и тот же дальше опять у основания раздвигаю двойные стойки часто нехорошо даже рукой раздвигается нужно между собой на одинаковом расстоянии их раздвинуть смотрите так аккуратненько раз и здесь сразу прижимаю верхнюю рабочую трубочку так приподнимаю следующие стойки завожу рабочую трубочку прижимаю эту выкладку можно довести до следующей стойки верхнюю рабочую трубочку сделать небольшой но она глончик да прям над стойкой и уже заводить так и последние наши стойки также развожу и проплетаю не забываем расстояние сразу делать одинаковое но в принципе здесь стежки маленькие да у вас все должно получиться ровненько все хорошо так трубочки рабочие мне уже пора наращивать и вот я довожу до следующей стойки свою верхнюю рабочую трубочку довела делаю сгиб я срез я делаю вверх смотрящий и точно так же все рабочие трубочки я заостряю выращиваю подставила слегка провернула до упора если у вас получается наращивание при срезании трубочки да не нужно ее заострять то это очень хорошо у меня на конце трубочки к там где скрутка вот в этих местах ну там буквально еле-еле от этого так вот незаметно на самом деле они слегка утолщены по какой причине своей трубочки я кручу на дрели и как бы когда вручную это делаешь то все получается идеально то есть толщина трубочки в начале и в конце они одинаковые у меня же все равно почему-то получается что здесь они немножко потолще но я не нахожу в этом ничего плохого никак на качестве работы моей это не отражается единственное что при наращивании да мне приходится вот трубочки эти заострять все аккуратно нарастила и аккуратненько завожу рабочую трубочку за последнюю стойку и вот она моя помеченная дошли до первоначальной стойки продолжаем плести без перехода все по кругу нам нужно про плести три редко мы с вами вот развели и еще два не торопимся аккуратно все проплетаю обожаю плести круглые донышки просто красота если вы считаете что перед тем как разводить стойки вам необходимо проплести не один а два ряда то делайте так как вам удобно я показываю лишь то как это делаю я да но не всегда можно точно следовать моим предпочтениям делать так как вам более удобным кажется принцип плетения дна понятен да мы плетем и разводим стоечки чтобы нам получить нужную нужное дно дно по нужным размерам так и сейчас здесь снова нужно делать наращивание рабочих трубочек нарастила плетем дальше аккуратненько сильно не тянем потому что трубочки только что нарученные могут выскакивать и еще еще 1 2 3 естествия 3 3 3 виток 3 все последний вот она моя первоначальная стойка видите здесь раз два три здесь тоже получается 3 везде по 3 но получается в общей сложности 4 витка я на виду после того как мы стойки начали разводить проблели 3 рядочка двойной веревочкой и дальше есть вариант стойки наши снова раздвигать да и проплетать уже одинарными их я же буду делать немножко по-другому я возьму рабочие трубочки тоже они у меня из пакета влажноватый вот эти я забыла сказать что стойки у меня изначально не сухие то есть я беру рабочие трубочки влажные из пакета и вот начиная такими же вы плетать если вам удобнее на сухих плести пожалуйста их подсушивайте вот они видите мягенькие срезаю мягкие концы но где-то на сантиметр полтора где-то так здесь уже плотная часть и буду сейчас стойки подставлять в плетение сразу получается вот моя первоначальная перед ней сначала буду одинарные подставлять давайте чтоб вам было еще лучше видно снова приближаю так стойку буду подставлять вот в этом месте поэтому нижнюю я беру поднимаю немножко увожу на себя верхнюю укладываю между вот этими стойками двумя ровно посерединке делаю такой подгибчик видите дело сделала подгибчик выложила стойку срезанным ребром упираюсь плетение подтягиваю нижнюю рабочую трубочку и верхней зажимаю получается так тут все выравниваю подтягиваю довожу сразу до следующей двойной и фиксирую все плетение вот что у меня получается сейчас переверну вот как это выглядит с изнаночной стороны если вы так она мне выскочила если вы боитесь что она будет выскакивать да вы можете капельку клея нанести прям вот сюда на на именно на срез вставлять аккуратненько но вообще трубочки когда именно они влажные они очень хорошо фиксируются зажимаются ну трение между ними более такое как она сцепкость схватываемость лучше и теперь тоже самое делаю опять довожу до серединке делаю подкипчик ребром вставляю упираясь в плетение поджимаю довожу следующую рабочую трубочку за двойные стойки и фиксирую вот так но тут сильно извините руками все закрываю потому что по-другому никак я еще в камеру смотрю так если нам не выскакивает я и туда возвращаю она бывает здесь уже сплющится и не плотненько вот я ее срезала образовалась видите сплющенное ребро вот я на это ребро кладу подставляю и зажимая плетение фиксирую за счет того что у меня виточки маленькие стойка фиксируется очень хорошо если бы эти витки надо между стойками были ну побольше то тогда бы я обязательно их прокапывала бы клеем но в данной ситуации делать этого не нужно все очень хорошо фиксируется зажимается ну и так я поступаю состав с остальными стоечками подставляю их так вот моя первоначальная стойка слева от нее я подставляла одинарную теперь что делаю обязательно помечаю эту же стойку одинарный то есть она у нас получается первоначальная сместилась влево вот это нужно делать для того чтобы знать каком месте нам потом заканчивать плетение донышко и переходить уже на поднятие стоек пока мы еще одним рядком зафиксируем подставленные стойки одинарные и далее рядом с одинарными подставим дополнительные также сделаем их двойными ну я надеюсь здесь все понятно да что плетение продолжается двойной веревочкой делаем аккуратно виточки выкладываем проплетаем наши стоечки двойные и одинарные по кругу дошла опять до своих первоначальных стоек и сейчас получается после постановки пойдет третий ряд и вот на этим на этом третьем рядочке я буду подставлять дополнительные стоики делать их двойными и точно так же как я фиксировала до подставляла вот эти одинарные стоечки я делаю срез у меня получается видите ребро вот такой вот ставлю трубочку на ребро подставляю слева от имеющейся стойки плотненько и немножко вправо подставила и проплетаю плотненько все делаю их двойным завела рабочую трубочку за стойку слева на ребро подставляю дополнительную слегка вправо увожу здесь у меня уже пора наращивать так осталось еще две стойки эту сразу немножко можно вправо увести приподнимаю подставляя фиксирую слева подставляю потому что так она лучше зажимается фиксируется и смотрите сейчас уже пора наращивать я кстати забыла вам сказать у меня есть отдельное видео на канале да о правилах и способах наращивания сейчас не буду на этом устанавливаться ссылочку оставлю в описании все наши все стойки теперь двойные первоначальные так первоначальный получается вот и вот все плетем до нужного нам размера получается 10 сантиметров нужно мне добиться такого размера как одно у моей формы 40 сантиметров расстояние между стоечками увеличивается как вы видите и нам обязательно сейчас нужно плести так чтобы все стойки были на одинаковом расстоянии друг от друга потому что когда будем проплетать стенки нашего изделия до форма же у нас идет на расширение и вот расстояние между стойками она будет увеличиваться и если где-то неправильно расстояние уже изначально то это очень сильно будет бросаться в глаза так что учитывать этот момент вела донышко до нужного размера мне здесь буквально не хватило еще по одному виточку проплести до до первоначальных стоек далее наращу когда рабочие трубочки я это сделал обязательно покажу сейчас же выставляю форму и сверяюсь по дну необходимо чтобы наш донышко было прям чуть-чуть слегка больше или ровно ровно как форма но у меня сверху также не получится вам показать сейчас выравниваю вот видите небольшой совсем зазорчик так наращиваем вот получается моя 1 2 первоначальная стойка я доплетаю до этих стоек до них видите и теперь мне нужно вывести мои рабочие трубочки как бы каждую из за стойки если бы я проплеталась сейчас дальше как положено веревочкой да я прошу прощения у меня собачку гуляет первоначальные стойки вот они наши мы заканчиваем последний ряд плетения то есть сплели по нужному размеру наше донышко и так как мы ранее переходов не делали при выплетании дна то нам нужно будет сделать это сейчас вот по идее мы должны были плести по схеме вот так и остановиться но тогда наша рабочая трубочка одна будет из за стойки смотри как положено другая еще и за стойки из под рабочей трубочки в общем то мы на последнем ряду делаем как и положено переход чтобы каждая рабочая трубочка смотрела из-за стойки наверх из-за стойки наверх и была свободной так вот они мои стойки из-за каждой стойки выглядывать рабочая трубочка далее я буду стойки поднимать подставлять 3 дополнительную рабочую трубочку и переходить на выплетание узором тройная веревочка или веревочка из 3 и перед тем как я это сделаю немножко поясню вот эта лицевая страна она останется у меня как и есть она будет служить дном корзинки то есть снаружи будет находиться изнаночная сторона у меня будет внутри корзинки вот я вам ее показываю какая она есть страшно и не страшно и вроде ничего нормальная картинка будет небольшая скорее всего будет чем-то наполнена поэтому для меня этот момент не принципиально но я его поясняю вам делаю я еще тут для удобства потому что мое плетение так устроено что я всегда плиту слева направо мне справа налево плести ну вообще но никак некоторые мастерицы могут и так и так но это очень универсальные люди я считаю и поэтому если для вас принципиально где будет находиться изнаночная сторона снаружи корзинки внутри в общем то в этот момент учитывайте если вы мне но обычно это поступает до изнанку мне нужно оставить снаружи тогда я закрываю полностью плетение свое прячу хвостики переворачиваю донышко и уже как у него другом месте подставляя новые рабочие трубочки ввожу в плетение и плиту слева направо как обычно привыкла в общем то здесь момент пояснила все понятно продолжаем теперь мне нужно установить его на форме свое плетение и стоечки загнуть вниз для этого я еще дополнительно буду плошку ставить чтобы мои стойки они не упирались в стол ну и все аккуратно установлю и загнул вниз все стойки и зафиксирую их какой-нибудь резиночкой да не только чтобы они в таком состоянии побыли и зафиксировали дорогие друзья небольшая рекламная пауза в общем то видео я буду снимать еще не одну и это будут также снимать и вполне возможно вы еще много раз услышите всевозможные звуки гавка доносящиеся неоткуда издалека а непосредственно рядышком у нас здесь мамка мамкой и с детками это две девочки маленькие 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 они совсем ним 20 дней от роду маленькие овчар очки вот они но все не беспокойся да да вот такие здесь у мамки есть игрушки которые на сама себе уже нашла вот кусок трубы у мужа откуда-то вытащила но и сапог поврежденный это был сапог советских времен сапоги не достались по наследству классные кожаные сапоги просто оба обалденский но это нормально вообще она короче выгрызла вообще все вот тут внутри весь подклад я и дала наругала конечно на горе все и теперь охраняя его и она лежит своими малышами две маленькие девочки хороши да лекси лекси ты хорошая девочка уже мамка на меня поругалась и говорит что я шумлю лапкую я скажу спать продолжаем вот так выглядит сейчас мое плетеное изделие на форме доведите я зафиксировал при помощи резиночки и стойки рабочие трубочки я обрезала ну потому что прошло какое-то время продолжительное не менее 20 минут уже мои стойки зафиксированы но они конечно же пересохнут можно одеть на них коктейльные палочки чтобы они не пересохли мне их нет я просто вожу вас курс дела мы все теперь резиночку я снимаю ну и как видите да стойки зафиксированы отлично все изделие сейчас я переворачивать не буду сейчас буду подставлять рабочую трубочку и продолжим плести уже стенки так вынимаю рабочие трубочки мне сейчас нужно будет их нарастить для этого вот место сгиба у меня средств делаю как бы на себя средств который смотрит на стойку когда я плела одно средств смотрел наверх потолок а сейчас он смотрит на меня также немножко заостряем символически трубочки конечно же прокопаны клеем я их нарастила и завожу обратно одну и вторую это мои первоначальные стойки которые повторюсь помечены у меня и мне нужно сейчас ввести третью дополнительную рабочую трубочку я буду поступать следующим образом видите у меня здесь образовалась такое как бы пространство но лишнее я чтобы его компенсировать немножко расширяя пространство прям вот в этом месте беру рабочую трубочку срезаю чуть больше сантиметра слегка наискосок чтобы она здесь плотная было можно вот так слегка и и сплющить даже капельку клея и подставляю эти капли местом срезаем я получается вдоль стоек до вовнутрь не очень можно глубоко главное эту трубочку зафиксировать вот слегка и и здесь прижимаю и виду вправо аккуратненько довела до следующей стойки из-за которой он должна выходить и завожу вот видите что у меня получилось ну возможно так делать и не стоило ну в общем то я сделала как вариант либо можно было ее нарастить вот в этом месте за стойкой внутри я решила сделать вот так все завожу обратно теперь у меня получается три стойки и три рабочие трубочки обратно надеваю свое изделие на форму и сейчас меняю позицию камеры в общем-то камеру как могла установила чтобы вам было понятно все и видно если что не так простите ради бога вот еще раз раз два три стойки и из-за них выходят три рабочие трубочки оставляю также на форме изделия сейчас я буду плести выплетать обратную тройную веревочку для этого левую крайнюю рабочую трубочку вот она у меня в руках провожу перед двумя обнимаю две стойки раз-два провела и завожу за третье довела до стойки слегка делаю подгибчик завожу под двумя рабочими рабочие остальные две трубочки остаются как бы сверху завела плотненько плотненько эти стойки все прижимаю вывела постараюсь чуть чуть поближе поближе вам все снять так опять левую крайнюю беру которая сейчас меня виду опять ее раз-два через две за третью свободную получается опять подгибаю видите рабочие трубочки у меня остается как бы верху под двумя рабочими за третью стойку свободно опять все это дело прижимаю стойки прижимаю плетение прижимаю подтягиваю чтобы здесь нигде зазорчиков видите не образовывалась опять левую крайнюю беру ну и продолжаю раз-два под двумя трубочками рабочими за третью стойку все возвращаю обратно обязательно и видите вот такими движениями слегка прижимаю и вытягиваю делаю ровненько и плетение все здесь все просто на самом деле через две раз два левую крайне всегда беру через две стойки за третью под рабочими трубочками так плетется обратная тройная веревочка прямая тройная веревочка также на плетется только надо рабочими трубочками это мы под заводим от над но мы будем следующий ряд прямую веревочку плести так опять левую крайнюю взяли через две за третью свободно опять все вправо вывели подтянули прижали все ровненько смотрим смотрим все красиво аккуратно получается вот мы довели и сейчас сразу смотрю как раз два три тут еще хватает у меня рабочие трубочки до наращивания завела тут уже не хватает в общем то сразу я их вот через две как бы через две будет за третью беру следующую через 2 провожу за третью через две за третью и вот сейчас я сделаю сразу наращивание и удобно мне штатив мешает к плохому танцору напоминает трубочки наращиваю прокапываю обязательно клеем так берем давайте я вам вот так покажу я сниму что вдруг кто-то не понимает вот выходит из-за одной стойки за 2 и за 3 наша рабочая трубочка обратная прямая тройная веревочка придется через раз-два стойку за третью под двумя рабочими завожу раз и за вот и за это выходит раз-два за третью так но я с вашего позволения все верну на место тут нужно же мне подтягивать аккуратно рабочие трубочки так опять я прижимаю плотно стойки форме и подтягиваю выравниваю рабочие так раз-два сейчас за 3 все продолжаем левую крайне идти пальчиком я прям ее прижимаю эти прижала прижимаю виду виду довела завела вот честно признаться это уже все равно я несколько раз плела это изделие появился какой-то навык по первости очень тяжело когда плела первую корзинку было вообще очень тяжело но я ее и переплетала сейчас все получается хорошо но я вам сейчас все показываю уже сразу что да как делать поэтому ваш процесс будет более простым и сразу все получится я в этом уверена так дошли нам теперь самое главное не ошибиться мы дошли до первоначальных стоек так мне сейчас придется вам показывать смотрите наши стойки они же помечены и вот раз два и третья следующая подстановочная еще раз вот 1 2 3 берем левую крайнюю левую крайнюю также заводим по двумя рабочими трубочками за стойку вниз вывели оставили также по рисунку теперь берем вторую нам нужно ряд закрыть это здесь момент очень важный опять мы теперь проводим перед двумя но теперь мы за стойку перед тем как вы завести нам нужно эту рабочую трубочку вот в этом месте немножко подогну я завести под до плетение на ощупь все плетение за стойку и наружу вот видите перед двумя под до рабочую плетение и за стойку вывожу и теперь у нас получается раз два его третья здесь также беру снова рабочую трубочку перед двумя рабочими ой перед двумя стойками простите провожу и мне ее как бы нужно сейчас завести за стойку но я ее провожу теперь под двумя трубочками в плетении чтобы наш рисунок совпал так заканчивается ряд закрывается обратной тройной веревочки у меня есть отдельные отдельные видео на канале по поводу основных узоров плетения и переходов там закрытия рядов и так далее тому подобное также ссылочку я обязательно прикреплю в описании под видео сейчас подробно очень подробно не буду на этом останавливаться вот и подтягиваю конечно же все и сейчас вы можете наблюдать что наш рисунок совпал и где такая наподобие косичка видите обратная веревочка дает такой эффект трубочки рабочие вышли из-за стоек также это самое главное условие когда мы плетем чтобы каждый раз при закрытии ряда наши рабочие трубочки выходили из-за стоек значит мы делаем все правильно вот как это выглядит изнутри все я сейчас смотрю сразу по наращиванию через 2 за 3 через 2 за третью а эту я прям здесь сейчас на месте наращу видите она здесь выходит в плетение и за стойкой ее как бы не вынуть поэтому я ее прям там на месте ну получается немножко наискосок срезаю под уголком очень осторожно чтобы не повредить свое плетение и прям вот так пальчиком там же держу и наращиваю аккуратненько все и эти две наращиваю как обычно и сейчас на месте еще раз покажу вам как плетется прямая тройная веревочкой она плетется из трех рабочих трубочек проводим левую крайнюю рабочую трубочку перед двумя стойками поверх двух следующих за третью на там и плели под рабочими обратно а это надо плетем так решила показывать не на форме а вот таким образом потому что по-другому показать не вам никак нельзя будет вот я начала плести уже получается левую крайнюю также беру перед двумя за третью свободную но вы можете так в принципе поступать так же как и я будет проще стоечки никуда не денутся главного внутри их сильно не заводите и все левую крайнюю берем через две за третью и все прижимаем через две за третью но и также плетем до конца до первоначальных стоек там покажу вам как закрывать буду ряд дошла до первоначальных стоек вот он раз два три проплетаю последнюю перед этими стойками и веревочка прямая тройная закрывается по другому раз два три наши стойки беру крайнюю правую не левую сейчас а правую рабочую трубочку провожу перед двумя стойками завожу за стойку ну и как бы вывела опять крайнюю правую беру перед двумя за третью и еще раз перед двумя за третью и также рабочие трубочки у нас с вами вышли из-за первоначальных стоек раз два три и получился как вы видите узор косичка везде рисунок совпадает по всему периметру и если вот кто не знает там особо да не вникает в это плетение тут они поймут откуда плетение пошло где она закончилась все идет ровненько у меня сейчас три рабочие трубочки дальше я буду плести двумя рабочими трубочками поэтому третью я всегда прячу прячь и всегда крайнюю правую потому что обычно здесь после выплетания какого-то количества рядов да и потом последующих закрытий закрытиях образуется небольшой такой провальчик мне нужно вывести в плетение рабочую трубочку пространство немного расширила также из-за стойки сквозь плетение вывожу ее наружу подтягиваю подтягиваю немножко видите вниз все сразу я ее не буду подрезать оставлю хвостик пускай она так засохнет зафиксируется и потом уже я ее аккуратно подрежу она никуда не выскочит перевернула я форму со своим плетением что-то здесь у меня не то немножко выпукло получилось дно почему-то нужно его обратно вправить ну в общем ладно потом уже когда буду изделие грунтовать тогда уже но она будет готова я переверну ее дно получается вот таким образом вовнутрь можно вогнуть но но не сильно выпуклая но я это чувствую бог с ним так у меня осталось две рабочие трубочки обязательно утяжеляю всю конструкцию чтобы было легче плести и две рабочие трубочки осталось я сейчас про плиту один ряд двойной веревочкой первоначальные стойки мои вот они они помечены раз-два и из-за них выходят рабочие трубочки беру левую крайнюю ну и как обычно как мы дно плели до через одну за следующую проплетаю наращиваю нарастила плетем дальше но здесь ничего сложного самое сложное это именно выплести дно до поднять стойки и вот этот первый второй ряд при помощи которого мы эти стойки все фиксируем затем уже процесс как я обычно люблю говорить должен приносить сплошное удовольствие в общем-то наслаждаться процессом плетения независимо от того только вы начали плести или уже плетете какое-то количество времени месяцев лет видите стоечку немножко прижимаю довожу рабочую трубочку слегка ее подгибаю завела завела пальчиком видите здесь фиксирую еще раз прижала стойку рабочую взяла довела до следующей здесь фиксировала завела я здесь немножко давление оказываю но опять не сильно да еще здесь самый главный смысл чтобы не на плетение наши сильно не зажимать если она будет очень сильно зажата то потом форму будет тяжело вынимать ну и вот она будет по-другому совершенно плести нужно расслаблено все нам осталось совсем капельку сейчас я вам покажу так вот они первоначальные стойки 1 2 закрываем ряд перед одной за следующую правую должны были плести левой за стойку а мы наоборот берем крайнюю правую через одну за следующую и также со второй поступаем и вот у нас опять рабочие трубочки выходят из-за первоначальных стоек две рабочие трубочки все и теперь мы переходим на узор ситиц ситиц придется просто и переходы в данном узоре делать не нужно берем крайнюю правую рабочую трубочку перед одной стойкой за следующую и другую рабочую трубочку перед одной стойкой за следующее перед одной за следующее плетем сразу двумя трубочками вдогонку перед одной за следующее здесь немножко рисунок сейчас видите как идет шла двойная веревочка и пространство появляется неравномерно при выплетании ситцем всегда вот эти зазорчики должны быть видны а при выплетании двойной веревочке тройной этот их пространство по идее не должно быть но она у меня бывает все снова наращиваем трубочки и плетем дальше выравниваем стойки сразу не забывайте следить за стойками это очень и очень сильно важно обычно концентрироваться начинаешь на плетение все думаешь фух выдохну и плетешь себя плетет как я сказал да доросла расслабляемся но на самом деле не расслабляемся особо мы сейчас за стоечками следим все трубочки немножко у меня пересохшие самом начале должны быть они хорошо увлажнены в то же время не перри увлажнены в меру верхний слой должен быть сухой трубочка должна быть гибкая такая вся пластилин податливая ну все сейчас я дошла до первоначальных стоек показываю вот они не раз два переход делать никакой не нужно просто плиту дальше обязательно проверяю чтобы у меня по всему периметру было расстояние от дна до последнего ряда одинаковые контролируем себя и плетем необходимую высоту какая нам нужно до форму может быть и всех разная вот я где-то ориентировочно вот до этого места буду плести узором ситец ну и встретимся в следующую секунду доплетаю последний 11 ряд узором ситец ну и как вы видите до расстояния между стойками постепенно увеличивается обязательно учитывайте этот момент если вы будете плести корзина подобного плана что при воплетание донышко расстояние изначально должно быть заложено меньше с учетом того что стойки будут расширяться к верху корзины так первоначальные стоечки ввожу за ними рабочие трубочки чтобы поняли ну и снова теперь в обратном порядке я здесь внизу проплетала двойную веревочку и заканчиваю свое плетение двойной веревочкой перехожу и мне сейчас требуется наращивание и выплетаю последний ряд двойной веревочкой кстати узор здесь видите тройная была веревочка двойная и при выплетании ситца все стойки видны именно и еще это одна отличительная черта узора ситец от двойной веревочки когда я только начинала плести честно я вообще разница не понимала чем отличается веревочка от ситца вот вы думы вроде бы плетется она одинаково но в чем разница и только не знаю спустя может наверное даже месяца три-четыре я поняла как плетутся основные узоры и нужно было с этого вообще-то и начинать а не пытаться плести по каким-то супер тяжелым мастер-классом да ну какой-то я там изделие видела и вот я прям сразу хотела что сложное плести не понимая как это плести что то есть нужно начинать самого простого всегда не нужно стремиться к тяжелому потому что тяжелые вещи они основаны на самом простом и я честно признаться всегда в простоте вижу красоту простые вещи тоже очень выглядит достаточно изящно и модно так вот они мои первоначальные стоечки и я сейчас буду закрывать ряд каждый закрывает ряд по-своему да тут а просто заводит потом подрезает вы можете делать все по-своему я показываю как это делаю я я завожу немножко видите вниз опускаю рабочую трубочку также по рисунку провожу и завожу за стойку за последнюю мне нужно будет сейчас рабочую трубочку вывести сюда что я и тела помогая себе немножко палочкой опять же не подрезаю у самого основания чтобы они успели подсохнуть и потом то есть не нужно их подклеивать ничего они вот прямо так сейчас высохнут и потом никуда не тянутся достану камешки свои утяжеления и буду подрезать вот этот хвостик который уже точно высох нить его наложено меня как бы вдоль плетения да я немножко его вниз подтягиваю и вдоль плетения подрезаю кстати этот момент когда-то я увидела у лады ли гай и очень мне понравился именно этот способ подрезание трубочек очень очень хорошо все скрадывается если есть необходимость можно также красящим раствором пройти все по срезу и вообще тогда ничего видно не будет так что нам сейчас остается нам остается визуально определить да или замерить ровно или у нас высота по всему периметру и срезать стойки я хочу вам показать ну что я часто об этом говорю как именно это дело не показывают у меня сейчас здесь 11 сантиметров но я вижу с какой стойки я примерно чела да и просто примеряю пока все здесь у меня все вроде ровненько 11 сантиметров ровно здесь чуть чуть пониже получается 10 8 все я приподнимаю обязательно и всегда нужно мерить вот эту стойку про который говорил что здесь всегда небольшой такой перепад углубление получается нужно всегда в этом месте немножко приподнимать но все теперь я стоечки срезаю вровень с плетением у меня там видите трубочка идет давайте я приближу которая по задней стенке вот вдоль нее раз срезаем укладываю ножницы и делаю срез стойки уже подсохшие и они щелкают но вы все слышите этот звук стойки я обрезала теперь беру морилку обычно вот эти места среза да на корзинах больших допустим я не не прохожусь красящим составом которые трубочки красила но эта корзинка маленькая и соответственно она требует особого отношения поэтому я сейчас возьму морилку кстати морилку я использовала при окрашивании не клен а дуб но эта морилка у меня закончилась поэтому я возьму клен они похожи примерно и вот эти места среза промокну что если вдруг где-то под загибкой вдруг будет это все видно дай бог будет некрасиво смотреться вообще мелкие изделия всегда требует очень щепетильного к себе отношения поэтому мы будем делать все правильно также раствором для окрашивания можно какие-то трещинки замазывать да это называется навести марафет корзинки когда вы уже и и сплетете даже мастеров со стажем всегда обязательно это в арсенале и как бы без этого вообще никак я не верю что какой-то мастер там вообще без запинок без погрешности что-то плетет тут уже просто отношение немножко другое к плетению к своим ошибкам каким-то там учу кошка у меня творит котенок бегает прыгает создает дополнительные звуки тут если не собака гавкает так кошка бегает маленькая специально это говорю мне маленькая маленькая на маленьках а ешка такая маленькая маленькая все подкрасила так а теперь мы будем делать загибку загибку буду делать и розгу в три прута и для этого нам понадобятся рабочие трубочки из пакета влажные конечно же вот я срезаю приличного так сантиметра два-три наверно от конца чтобы трубочки в этих местах были плотные не вставляют хорошо срезая не наискосок и обязательно промазываю клеем клей наношу я немного размазываю потому что он контактный и быстро схватываться тогда будет есть такая будки чем больше клея полимерного тем дольше он будет высыхать при помощи палочки расширяю пространство и подставляю слева от обрезанных стоек аккуратно дополнительные трубочки сейчас покажу вам поближе как происходит этот процесс потому что он тоже требует особого внимания смотрите вставляю клей нам начинаю сразу крутить клей дает дополнительную смазку довожу видите между это вот этой рабочей трубочкой плетение все прикрывается так еще раз расширена подставила крючок ручок 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 дошла и все очень аккуратно выглядит шестнадцатая стоечка так все подставила стоек у меня совсем немного поэтому я их сразу все подставила обычно если это какой-то большой короб то я постепенно их наращиваю и делаю загибку чтобы не успели пересыхать либо до коктейльные палочки кстати хочу попробовать коктейльные палочки купить видела некоторые мастерицы их используют честно ни разу не пробовала ну да ладно приступаем к загибки загибка я повторюсь будет у нас розга в три прута есть еще вариант загибки моей любимой как я ее называю универсальной да то есть она имитирует розгу делается намного проще ссылочку конечно же я оставлю в описании под видео а сейчас мы приступим к загибки розки так беру любую трубочку стойку и завожу за нее подстановочную но постановочный обрезок трубочки завожу за следующую стойку также обрезок трубочки теперь беру первую трубочку стойку у основания нужно приблизить вам показать у основания давлю на эту стойку веду ее вправо за следующую стойку правую правой рукой пальчиками тяну и левой рукой пальчиком помогаю завожу за стойку и за эту подстановочную трубочку обрезок вот что получилось укладываю их параллельно дальше беру еще один подстановочный обрезок и повторяю манипуляцию так все ли я правильно сделал вроде да увожу на право за стойку за обрезок все плотненько не боимся и 4 подставляя это же самое увожу на право за стойку за обрезок вот что у меня получилось выглядит все так страшно нагроможденного на самом деле нужно себя заставлять его подставлять вот эти вот обрезки я раньше ленилась загибка будет выглядеть намного аккуратнее ничего здесь страшного нет мы подставляем до тех пор пока у нас не выйдет нужное количество трубочек допустим если у нас-то розга в три прута то у нас должно вот сейчас вниз улечься три прутика если это розга в два прута то будет всего два прутика торчать если в 4 то значит мы еще подставляем и выводим четвертый прутик бумажной лозы сейчас у нас нужно три прутика поэтому мы на этом подстановку обрезков закончили приступаем уже в загибки берем левую крайне эту трубочку вниз уже опущенную проводим ее получается раз-два за следующую свободную она как бы перед двумя стойками проходит за следующее завели выровняли плотно и сразу на месте я подрезаю нужно еще ближе сделать на месте сразу подрезаю оставляя хвостик можно подрезать не сразу потом удобно немножко завела также как за обрезок зажала беру опять левую крайне провожу перед ними смотрите немножко как бы сверху выкладывать хвостик должен настолько торчать чтобы мы его еще и сверху зажали вам видно вот она мы его сверху еще прижимаем пальчиком вот здесь здесь подгибаю завожу за стоечку немножко так вот прям укладываю хорошо и здесь уклоняя вправо за нее выкладываю их параллельно вот видите что получается немножко немножко здесь прям торчит опять это стойка ведь у меня уклонилась я ее выправляю выпрямляю ровно ставлю сейчас сразу на месте подрезаем лекси тихо так и вот этой же рабочий трубочкой уклоненный да я уже получается закрываю вот этот хвостик видите он закрывается завожу за следующую опять немножко подтягиваете на клоняться начинает и за нее укладываю следующую и вот он там хвостик торчит все дальше требуется одно и то же действие в общем здесь нужно попробовать идите держу прижимаю но не сильно не давлю прям не сплющивая просто аккуратненько прямо чувствую прижимая это выправляю завожу завожу обнимаю следующие стойкой укладываю что получается так подрезала держу это пальчиков провожу нее прижимаем за следующую свободную вкладываю тут главная трубочку вот это вот упрямого основания аккуратно уложить и за следующую выпрямляю стойку здесь держу фиксирую раз здесь закрываю теперь дело побыстрее пойдет я думаю что самое главное вам показала вы смотрите теперь за ручками так я вижу что хвостик мой выскакивает возвращаюсь если что можно прокапывать клеем на обрезанные стойки и тогда он будет прижиматься этот обрезанный хвостик давайте лучше я покажу чем сто раз объяснять вот прям капельку выдавливаю на обрезанные стойки беру помощницу свою аккуратно прижимаем не сильно выкладываю здесь слегка тоже прижимая фиксируя завожу загибка классная делается легко если в один-два раза прямо и сделаете вы в нее влюбитесь также как вот универсальную свою я люблю почему я чаще использую универсальную загиб куда она вот похожим там нужно обрезать хвостики их вставлять четче фиксация этих хвостиков ну и все таки розга она дает дополнительный объем лучше смотрится именно на корзинах такого плана вода с ручками мне кажется есть немножко свои особенности я же короба плиту четко по размерам и в общем то там даже какие-то миллиметры они играют большую роль это нужно все учитывать если вы хотите можете сделать любую загибку на этой корзине какую захотите да не принципиально просто я показываю как это делаю я и что я делаю вариант своей корзинки своей загибки если хвостик будет очень короткий он выскочит если он будет очень длинный он будет торчать вот нужно приноровиться и делать именно вот эти срезы нужны именно вам так дальше мне уже дать эти палочки начинают мешаться но я что я обычно делаю их можно не понимать чтобы не перепутаться я вот так обрезаю их все это снова укладываю подрезаем и теперь мне вот эту трубочку нужно ввести вместо подстановочной то есть видите никогда вы не ошибетесь я ее вот вынимаю и прям вместо нее подставляю хвостик можно прям вот такой петелькой загнуть и туда ставить он очень хорошо должен выходить по идее а если он не выходит наш мы должны ему помочь раз теперь мы его подхватываем и аккуратно 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 вытягиваем также все прижимаем и получается эту последнюю стойку укладываем за этой трубочкой нам по идее там нужно было делать подстановку двойными отрезками обрезками но я делаю одной подтягиваю и вот что получается подрезаем вот у меня опять торчит видите постановочная трубочка я ее вынимаю а вместо нее вставляю трубочку на загибку видите довела до этой стойки слегка подогнула слегка слегка вот прям не сильно промяло слегка проминаю опять хвостик загнула и помогаю себе ничего не видно я уже слепая бабушка какая-то где моя там трубочка вот он хвостик и вот эти последние хвостики я и сейчас не обрезаю буду на месте обрезать ну что не могут выскочить опять вынимаю следующую подстановочную именно в то же место начинаю подставлять хочу остаться Visit секунду ну вот я надеюсь вам все видно сейчас я смотрю тоже все ли у меня тут правильно получилось да вроде все правильно смотрим смотрим это так это так да все правильно что и сейчас на месте можно подрезать эти хвостики как я и говорил то есть их можно не сразу подрезать а уже потом но если они у вас там будут виднется то их также можно подкрасить красящим раствором то есть все эти моменты можно убрать и хвостики вот эти также я подрезаю где-то что-то махрится все сразу убираю пока все влажное податливая мы исправляемся сразу на месте аккуратненько аккуратненько никуда не торопимся все наша корзинка готова я из формы ее не вынимаю она еще такая влажноватое сыроватая я показываю сейчас вам что получилось снизу вот эти места можно прокрасить или не красить все равно их как бы будет не видно ну вот как-то так получилось грунтовка грунтовка изделия на форме в общем то есть такое у меня похоже видео и также я его оставлю в описании ссылочку точнее на него все свои изделия грунтую и покрываю я одним и тем же составом вот лак bgt паркетный у меня матовый раньше у меня был полу глянцевые которые разбавляла грунтовка для того чтобы придать матовость но сейчас я уже покупаю матовый поэтому разбавляю его немножко водичка то есть он уже у меня в таре и вот изначально я его отливаю какое-то количество до объем разбавляю водичкой все и этим же составом я грунтую и покрываю в несколько слоев потом он достаточно такой и жидкий густой то есть видите он вроде и жидкий в то же время еще тягучий вот такая консистенция у меня вот я буквально на кончике кисти больше не надо промокаю излишки убирая прям на крышечке поближе чтобы вам было видно ну и все и начинаю разносить сначала я разношу по поверхности все то есть не стараюсь втирать все в мир между плетением до сначала лак у ляжется по поверхности немножко он подсохнет и при дальнейшем нанесении того же лака он начнет проникать вглубь при этом вот эти вот забитые плетение ну как забитые плетение получается раствором его не будет вот как есть так и показываю в общем давно мечтала вам показать сам процесс а то я все плетение до плетения вам показываю а что я дальше с этими корзинками делаю не показываю ведь он еще считается потому что я и установила на дополнительную подставку ну и можно для удобства брать в руку изделие небольшое и вот так вот все разносится нам сейчас но для чего грунту и вообще изделия именно на форме чтобы не повелись стойки чтобы форма осталась как мне надо четкой подсохнет грунту я только снаружи подсохнет верхний слой четко корзиночка зафиксируется и когда мы будем уже крепить ручку к этой корзинки то корзинка не сплющится в общем-то кто хоть раз крепил ручки к изделию не про грунтованному да тот поймет корзинка деформируется поэтому мы чтобы избежать этих проблем быстренько 1 раз тут без фанатизма как говорится чисто символически весь этот процесс делаем и еще немножко прям буквально хорошо очень разносится раствор кисть я укладываю и разношу раз наш если вы видите где-то излишки скопились у вас в плетении сразу кисточкой вот так кисточку немножко осушить осушить ее можно можно на тех участках где еще вы лак не наносили тогда излишки уберутся с кисти и соответственно уже этой кистью осушенные вы излишки убираете с тех мест где у вас есть сгусточки просто вот я видите как все разношу делаю я сразу не сразу по всей корзинке а вот участками я их вижу до постепенно двигаюсь каком-то направлении и когда я грунту изделия покрываю лаком я всегда работаю кистью до того момента пока не начнет подсыхать этот слой заметила что то меньше блеска ну по крайней мере мне так кажется вот мне нравится разносить разносить и прямо такой прям классный эффект получается в общем я от этого кайфую получаю большое при большое удовольствие чего и вам желаю все корзиночка конечно вообще сразу преображается после покрытия даже финишем они финишем на грунтовке все больше ничего не требуется вот здесь сейчас и ничего на загибки не наношу вот в этих вот местах просто снаружи все кисточку быстренько побежала мыть чтобы она не засохла и оставляю изделие высыхать смотрите после того как корзинку мы прогрунтовали верхний слой подсох ну вы прям почувствуете да что она подсохла то в этом случае корзинку стоит вынуть уже из формы потому что форма зафиксирована а влаги куда-то нужно деваться чтобы она у вас быстрее высохла то влага конечно же будет выходить через ну интенсивно через внутреннюю часть корзинки по той причине что она лаком не покрыта и пленка никакая не образовалась будет легче высыхать ей ну конечно же если на форме вы оставите корзинку на ночь она в любом случае высохнет поверьте мне вот здесь уже дело говорится во времени и что сказать я корзинку конечно же до конца не не досушила потому что тороплюсь свой снять мастер-класс по размеру корзинки верхняя часть корзинки у меня получилось почти 16 сантиметров высота корзинки 11 с половиной почти и дно 12 сантиметров такая небольшая корзинка и мне сейчас нужно будет к ней уже приделывать ручку для ручки я буду использовать трубочки и проволоку проволоку я уже предварительно отрезала выпрямила и мне понадобится так 5 целых трубочек они у меня по по 30 сантиметров и отрезала 5 трубочек ровно 16 сантиметров с одного края мне нужно чтобы ручка да я буду их наращивать между собой когда ручка у меня получится 100 с одной стороны у меня будет скрутка и с другой стороны ручки тоже будет скрутка именно этими частями я и буду ручку крепить все свои корзинки если вам в общем-то эта ручка нужно будет повыше или пониже то вы сами регулируете длину и соответственно высоту ручки и потолщине также если должна быть покрупнее то трубочек для ручки понадобится больше не могла не заснять эту красоту видите у нас есть три кошки теперь было 2 теперь три там бабуля мамуля ну и доченька тире внученка соответственно вот такой у нас сплошной инь-янь ну и пока кошечки мои отдыхают я приступаю к изготовлению ручки смотрите беру 5 трубочек и прокапываю их с одной стороны обязательно клеем засохла клей наношу не так уж и много но чуть побольше чем обычно при наращивании нанесла теперь беру те трубочки которые у меня обрезанные и со стороны где у меня именно срез обрезаю трубочку где-то в районе сантиметра под уголком наискосок беру проволоку начинаю вставлять с другого конца со стороны скрутки сквозь эту трубочку когда кончик проволоки показался с другой стороны здесь можно немножко придавить как бы заострить да и только в этот момент тогда начинать наращивание наши трубочки ну как обычно мы это делаем проворачиваем ее закрываем полностью вот что получилось и продолжаем протаскивать очень аккуратно трубочку до конца мой трубочку проволоку без пока она не покажется с другой стороны ну вот она показалась я ее тогда упираю прям стол а излишек обрезаю при помощи специальных кусачек таким образом и таком и должно получиться пять прутиков это решила пока я еще продеваю проволоку напомнить вам что проволока должна быть конечно же по диаметру тоньше чем ваша спица на которые вы данные трубочки до крутили иначе она просто у вас не проденется трубочка тем более влажные волокна разбухает и внутри она как бы сжимает сжимается получается это очень важно есть на канале на моем видео подробное видео даже 2 по изготовлению ручки для корзин и там я вообще очень подробно остановилась на тех моментах как проволоку я выпрямляю как в общем-то я ее протаскиваю тогда этому подобное поэтому заходите в описании ссылочка там будет поближе решила вам снять девочки спят бабушка бося я уже одиннадцатый год мама аделаида или дюдю по-простому ей седьмой год но амия она совсем крошечная ей в районе четырех месяцев в общем девчащие царство у нас здесь сплошное красавицы моей александра пришла лекции лекси сидеть сидеть маме лапку дай дай маме лапку но дай лапку молодец моя рыбка а дай другую лапку дай другую лапку молодец молодец скучно девочки покажем зубы любимая мордочка ласковая девочка такая любвеобильная очень ты целоваться хочешь наверное да но в таком животном царстве девчачьим продолжая снимать свой мастер-класс и так ответственный момент вот мои эти пять прутиков для ручки я их распределяю да с одной стороны получается вот у меня нарощенные 3 другой 2 чтобы с одной и с другой стороны стыки все-таки они их видно будет в любом случае чтобы не сразу все в одном месте можно их немножко даже сместить вот таким образом и я сейчас при помощи резиночки такие вот у меня маленькие резиночки для волос есть я слегка зафиксирую один конец теперь получается у меня их распределяю одну трубочку она будет идти у меня как центровая так оставляю эти четыре немножко видите укладываю пучком ровненько немножко в сторонку ну и начинаю беру вот эту крайнюю огибаю центральную выкладываю ее справа от пучка и точно так же поступаю с остальными в общем то если не получится я сниму второй дубль потому что ручка это самое страшное вот честно я могу сплести кучу корзин но делать ручки не очень то я и люблю если конечно вы их не делаете каждый день то тогда возможно этот процесс вам очень сильно нравится из наша задача ровно аккуратно их выложить обогнуть и плотненько выложить рядом друг с другом вроде что-то получается прижимаю прижимаю плотненько ну как вот мы обмотку делаем до вокруг получается толстой ручки здесь тоже самое но здесь у нас в каждом прутики в каждом прутики есть проволоку и честно признаться вот процесс намного упрощается то есть они фиксируются сразу же они проволока гнется и трубочка фиксируется видите я ее отпускаю тут самое главное четко все сразу делать изначально если что-то пойдет не так кто придется заново проволоку отрезать заново ручку переделывать вариантов других нет то есть проволоку потом распрямить никак не получится но я надеюсь да вам понятен принцип я ее начинаю загибать плотно прижимая водка последнему витку огибаю и вывожу получается лицевой стороны я даже не смотрю туда плотно прижимая справа огибаю прижимая огибаю прижимая но и так по всей длине рука при этом честно устает все равно ну что делать красота требует жертв вот что получается с одной и с другой стороны я переворачиваю чтобы видели не отвлекаемся лекси ты попила водички собачек ходила кормить так когда мы их огибаем они норовят приблизиться к нашей центральной и вот немножко нужно их все таки вот на одинаковый угол какой-то выдерживаете до 1 я имею ввиду вот этот угол вот так его и держите если он у вас какой-нибудь острый то тогда всегда под острым углом под одним и тем же огибайте если он у вас вообще практически там прямой то тогда под прямым уголком но под прямым уголком конечно не желательно и желательно не сгибать вот эту саму центральную мало того что мне страшно делать всегда ручку честно хоть на камеру хоть не на камеру я еще боюсь все это показывать в этом кажется что все у меня получается страх неимоверный так прижимаю плотненько плотненько 1 2 проверяю конечно же все но вроде бы ничего так получается огибаем прижимаю самое главное стоит только начать потом уже все идет как идет ну если вдруг у вас не получится все с первого раза вы ради бога только не расстраивайтесь попробуйте еще раз есть я буду я так думаю есть еще вариант до сделать основную вот эту с прочной проволоки в остальные можно допустим леску ставить но опять я люблю прочные ручки чтобы они прям вообще ручки ручки были чтобы там даже кирпичик можно было вложить девочки мои за гавкали на улице это мигаши гавкает мигаши пошел шестой месяц наша маленькая панцесса то мне получается в общей сложности сейчас три овчарки у нас и ты ушка малыш ты уж как-то я показывала вам надо его заснять я обещала я точно обещала еще перед новым годом кому-то все никак не получается то дожди грязь везде то времени не хватало перед новым годом в общем сейчас у нас здесь лекции и мы собак раньше в дом запускали всех сейчас мы не запускаем потому что щенки в доме она агрессировать может нужно маму тревожить все пока болтала это все уже почти закончила и смотрите она видите проволока понемножку выходит нужно будет еще ее и обрезать в итоге так уже пальцы просто на взрыв болят ну терплю терплю это делаю так 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 все все ура чем что-то получилось у меня в конце и эта трубочка так как мы ее не завихряли да она видите длине осталось ничего страшного мы ее подрежем это центральная наша получается . справка будет улетать все кончики обрезаю проволоки обрезать нужно по одной ночи не обрежется так мы теперь уже без вас все обрезала еще раз тут можно поправить все здесь у меня с этой стороны видите они получаются разные длины до смещением то же самое я сделаю здесь вот это подрежу немножко длине всех вот так ну и все выпрямляю и и она немножко видите все равно не ровно получалось получается идет я здесь резиночку сниму немножко можно здесь также поправить все сейчас проволока четко все фиксирует принимает форму и как бы вообще видите никаких проблем теперь я постепенно ручкой начинаю на руками ручку руками ру ручку ручка и начинаю потихоньку выгибать вот что получается отлично ура желательно конечно сразу форму ей придать если вы будете на месте и и он приделывать и гнуть до корзинка вот в этих местах может разойтись поэтому желательно придать сразу форму так ручка готова в общем то здесь потому что у меня было со смещением все видите очень все аккуратно так тоненько получилось то есть не толстая на как дальше она сужение идет и вот эти вот торчащие проволоки которые их видно я всегда вот их обрезаю кусочки обязательно потому что они потом сквозь корзинку будет видны нам этого не нужно все подрезаю подрезаю убираю вроде все так дальше беру саму корзинку и показываю вам ее внутри что у меня получилось подробно подробно надеюсь каком-то месте есть как обеак у меня вот оно это место здесь последние вот эти которые я выводила вытягивала стойки получается на загибку не знаю вам тут на на плохо видно освещение не очень в общем коротко очень подрезала и они начинают выпадать и вот в самом плохом месте я сейчас буду вставлять ручку вот с одной стороны видите мне нужно четко на противоположной стороне также отметку поставить около стойки но обычно я считаю там 1 2 3 4 5 6 7 на восьмой стойки но из другой всегда пересчитываю потому что сколько раз я раньше ошибалась по себе не представляете все в общем то выставляю так раз два три 4 5 6 7 раз два три 4 5 6 7 все четко вставляю их я не слева не справа от стойки а видеть все вот таким образом перед стойка как бы в плетении я но не знаю вы можете делать подстановочные какие-то трубочки вставлять да но я всегда вот так вот делаю и все у меня хорошо получается очень аккуратненько именно по поводу ручек чем если вы делаете по-другому то пожалуйста так но и сейчас мне нужно расширить пространство дабы вставить туда ручки сначала клей я не копаю сначала я подставляю обязательно смотрю что получается потому что может что-то пойти не так где-то что-то нужно будет подрезать там посмотреть а если клеем и сразу нанесем то мы туда-сюда начнем ручку вставлять выставлять и чем-то повредим все не потребует этого я вставляла тонкую кисточку есть у меня потолще кисти специально для таких моментов есть еще толще в два раза но это там уже на большие корзины вот видите я сначала вставляю тоненькую расширяю потом потолще в общем то что-то можно вставлять и все вообще аккуратно расширяется никаких проблем как вы говорите там тут мне писал что начинается там в общем то ужас ужасно если не на прогрунтованные корзине именно снаружи ведь и внутри то я ее специально не грунтовала может растрескиваться так вообще-то она податлива еще но еще плюс конечно она не до конца у меня высохший а может так и нужно делать все вот расширила и подставляю тут самый главный момент тяжелый когда я вставляю да вот эти проволочки на концах они начинают во что-то упираться но и здесь нужно очень аккуратно это сделать может это не крутить в общем то нужно ввести ее в плетение буквально там на два сантиметра где-то подставила я ручку и я не прокапывала клеем ничего вот как есть так и вставила не стал ничего прокапывать ручка она маленькая корзиночка маленькая сейчас все равно я еще буду приделывать замочек и когда я буду корзину покрывать лаком еще грунтовать обязательно вот эти места я очень хорошо промазываю использую лак вместо клея все видите так нужно вам показать но не знаю как то не очень хорошо тут показывается вдоль стойки я вставляла с одной и с другой стороны вот до этого места получается раз два три до 3 сверху ряда загибка еще плюс два ряда не очень глубоко так все это выглядит и вот ручка моя все давайте делать замочек на одной стране я уже замочек сделала вот он выглядит так все более-менее получилось нормально показываю как я делала замочек понадобится одна рабочая трубочка срезаю примерно 2 сантиметра от края наискосок как всегда и прокапываю клеем прям чуть-чуть символически слева от ручки там у нас уже есть свободное пространство я вставляю трубочку вот так не очень глубоко аккуратненько вставляю вставила теперь начинаю этой трубочкой обнимать с внутренней стороны ручку очень аккуратно обнимаю и вывожу ее наружу теперь можно ее слегка слегка сплющить прям очень аккуратненько и мне нужно выбрать местечко куда я буду заводить сейчас я буду образовывать крестик расширила пространство и вплетение вывожу можете просто кто-то любит такие продолговатые делать замочки кто-то наоборот поменьше в общем тут уже насколько хватит вашей фантазии желание но и соответственно длинные трубочки так вывела эту трубочку увидите внутри и теперь мне нужно также вывести ее другой изнутри наружу вот ее не показала вот я ее вывела эти вот она там раз подтянула и вот она у меня снаружи вышла я ее выкладываю крест на крест обнимаю красивенько и начинаю теперь обматывать укладывать вокруг первой петельки обматываю один виточек сделала и на втором уже виточки трубочку я сильнее сплющиваю она у меня подсохшие сверху подсох что прям можно даже подсушить немножко чтобы она вот такая была как бы податливая петите вторую петельку образовала и теперь нам нужно сделать просто узелок как обычно на ниточке мы узелок делаем на веревочке вот мы делаем сейчас эту петельку из трубочки господи простите меня пожалуйста тут такие съемки страсть божья ну я надеюсь вам все понятно нам смысл подтянуть хорошо фокусируйся сейчас еще и фокус пропал хорошо нужно не тянуть за этот хвостик а его по всему периметру так вот обнимать и обнимать и потом уже в конце подтягивать в общем то надеюсь вам смысл понятен когда все плотненько уже улеглось и облеглось переворачиваю вот что получилось и мне теперь этот хвостик нужно аккуратненько он не затянулся почему ты не затягиваешь ся меня посильнее его подтянула ладно если что переделаю смысл вам показываю я его ведь вдоль этой петельки вот так подрезаю ее просто аккуратно прижимаю если у вас есть другой способ создания замочка для данной корзинки используйте его я показала как сделала я в общем то как сделала так сделала вроде бы ничего так получилось вот такая вот корзинка все сейчас я очень осторожно с ней обращаясь и начну грунтовать именно саму ручку и обязательно в первую очередь сами сами замочки вот эти чтобы они уже нигде не разошлись не отклеились ничего все и на это мой мастер-класс по плетанию мини корзинки подошел к концу если вы досмотрели это видео до сего момента то вы мой герой я хочу вам сказать большое спасибо надеюсь время провели с интересом и пользой еще хочу сказать извините что не выпустила данный мастер-класс перед новым годом в свое оправдание хочу сказать что резинка она очень очень сильно актуально в любое время года например вы можете ударить по случаю и без наполнить ее всяким содержимым например цветами конфетами печеньем косметическими наборами завернуть как-то красиво в общем то содержимое скушается используется а корзинка останется на самом видном месте стоять я уверена никто не посмеет ее выкинуть тем более такая хорошенькая маленькая компактная впишется в любой интерьер все разрекламировал как могла и в общем то на этом все видите хашпо новогодние прошло новогодние я его плела в прошлом году перед новым годом и это намек на то что я хочу всех вас поздравить со старым новым годом на самом деле для меня это не особо праздник но лишний повод вас поздравить и пожелать вам всего самого доброго светлого чистого конечно же крепкого здоровья вот я желаю еще хочу точнее пожелать и себе в том числе чтобы у вас было время самое главное время на общение с близкими время на себя время на любовь время на что-то прекрасное и время на плетение на плетение если будете мне что-то желать всегда желаете мне время на плетение пожалуйста я так хочу много плести и снимать мастер-класса мне его не хватает вот потому что мое время уходит на другие вещи тоже очень важные я всегда вас помню читая ваши комментарии и спасибо вам большое за вашу просто невероятную поддержку я страдаю немножко что я не могу уделить вам больше времени вот и все ладно опять я расчувствовалась разговорилась в общем могу говорить часами голос мой охрип уже давно и так только не разговаривала спасибо еще раз вам большое за то что были со мной в этом видео я надеюсь что совсем очень скоро с вами увидимся на этом прощаюсь до новых встреч и пока 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 пока